Девчонки-красотульки. Вот посылку. Сейчас видео снимала. Да, Светлана? От Светланы. Короче, сейчас я буду открывать. Я заказывала через группу ВКонтакте. Короче, шмотку себе. Блин, переживаю, что маленькая будет. Сейчас поглядим. Что тут мне пришло? Ага. Все, я вроде все вскрыла. Найк. Найк, Найк, Найк. В чем мы тут лазеем, Брюсес? Так, материал. Ага, материал нормальный. Самый раз. Мне нравится. Не люблю тонкий просто. Не, ну он тонкий, конечно. Ну, фиг его знает. Блин, если маленький будет, то мы херее. Ну, мы измеряли по сантиметрам. Просила я измерить, значит. Вот это небось все потом простирается. Но, блин, облезет, черт возьми. Так. Штаны. Спортивный костюм. Здесь очень узкая. Она здесь вытянется. Я боюсь, что вот это быстро простирается, облезет. Полосочек по бокам, видите, нету. Ну, это такой более... Ну, такой обычный вариант. Ага, нитка. Начинается. Здесь на... Как его назвать? Олимпийка или как? Ремень идет, замочек. Сейчас я буду мерить. Size, мазь, размер. Это 42 размер, кстати. Блин, влезу. Нет, мне кажется, короткая майка будет. Кофта. Ну, что, вот как-то так. Конечно, жопа у меня некрасива. Трусы облегают. Жир все видно, но... Потому что, если взять 44-й, то будет просто вообще от ас. Толстуха, блин. Пузо, видите, торчит. Для тех, кто думал, что у меня не торчит пузо, у меня торчит пузо. Вот, смотрите. Все у меня торчит. Так что... Так, я хотела... Вот это красивая часть, замочек. Ну, вот. Капюшон, конечно, не зажали, как всегда. Блин, ткань экономит. Можно было... Вот. Капюшон должен быть подлиннейшим. Просто для... Фишка просто. Ну, ладно. Будем ходить. Вот так вот. Ну, что такое? Я только пришла, и вот он здоровается. Здоровается. А, Брюс. Так. Значит, тема сегодняшнего видео... Так, ну, в смысле, чуть-чуть имею в виду. Что хочу сказать-то? Я знаю, что... Да, Брюс, ну что ж ты такое-то? Я знаю, что... Брюс. Я знаю, что многим интересна, так сказать, рубрика медицинская, да, там, где я рассказываю про лекарства. Так вот, сейчас покажу, что мне выписал невролог. Брюс, все, вали, давай. Вали, давай, вали, давай. Вот. Согласна, мне самой было бы интересно, но почему-то не все показывают во влогах лекарства, что выписывают, что детка выписывают. Это там вообще единицы, которые делятся этим. Ну, это же бьюти-блогеры, они же все косметика-косметика. У меня все более попроще. Да, отойдешь ты или нет? Он это... Я же прихожу, он всегда встречает и, видимо, ждет. Кусняшку какую-нибудь, что я принесу, то-се. Брюс, ну все, давай. Так вот, невролог. Ну, правда, давно я просто забыла показать. Ну, и, подождите, пока он не успокоится, нереально что-либо сделать. О, Господи. Все, иди. Вот так он сбивает камеру. Мама пришла, ничего не принесла. Пронесешь тут с такими ценами. Добрюсь. Треца об руку. Дышь, дышь, дышь. Брюс, отойди, пожалуйста. Брысь. Ну, брысь. Брысь, он не знает слова. Значит, что мне выписали? Мне выписали либо амфлутоп, либо хондролан, потом артрозан. Там принятие. Так, все. Все, сел. Сел. Вот так и сиди. Артрозан уже принимает 15 миллиграмм. То есть, это, получается, не 5, по-моему, или 6. После еды и далее в таблетках 7,5 миллиграмм. Одна таблетка раз в день. После еды 14 дней. Пока таблетки я не купила. Потом мидокалм. Мидокалм, это вот они выглядят вот так. Толперизон. 50 миллиграмм. Есть еще вещество толперизон. И приниматель непрозол. Но непрозол я и так принимаю. Все течение жизни у меня гастрит и так далее. Все. И вот, например, на физиопроцедуру хожу. Значит, артрозан я купила. Вот он выглядит. Как делает Уфа. Нету никакой пилочки, ничего для ампул. Ампулы выглядят вот так. Уже 3 дня я проколола. Ампулы большие почему-то. Но видите, сколько там налиты. Зачем было делать такие громоздкие, непонятно. Так, это у нас Уфа. Потому более-менее цена. Ну, как более-менее цена? Цена его... 412 рублей. Артрозан. Почему это таблетки на прикупитель? Далее, например, берем хандролан. Более 1000 рублей его цена. Этот ампул топ еще дороже, мне сказали. Но я его не купила пока, не знаю. На этом у меня пока нет. Так, за шприцы у меня троечка. Все. Что, от чего, можете прочитать в интернете. Ну, это вы понимаете, что связано с этими. Но почему? У меня стала, например, болеть коленка левая при сгибании. Мне больно сгибать ее. Поэтому, как бы... Это то, что новое я приобрела. И мне это не нравится. Что это такое вообще? Поэтому... А так, это, конечно, в основном с мышцами связано. Хандроз, да? У меня просто стало болеть в грудной области. Это уже пипец называется. Как это назвать? Ухудшение, да? То есть, когда молодая, у меня стала болеть в грудной области. То есть, уже остеохондроз дает в ребра. Стреляют. Ну, и вообще, как их... Нервы эти замыкают. Ну, в общем, понятно. Дальше. Сейчас я сходила в аптеку. Ну, а начнем с того, что я купила женьшеневый крем для лица. Омолаживающий. Но омолаживающий не важно. Это я сейчас увидела. Содержит экстракт женьшеня, хиноцей, витамин Е, масло, ши и оливы. Это я принесла сейчас снова. Не пользовалась еще совсем. Просто так взяла. Я 6 метров. Хотела сказать, сколько грамм здесь. 75 лет. Ну, это Невская косметика. Невскую косметику любят многие, я знаю. Кстати, ой, ладно, я не вижу. И чтобы я зашла в магазин и не купила хоть что-нибудь тебе, это вообще невероятно просто. Что тебе в этом креме? Это не тебе. Взяла можжевеловый дезодорирующий. Содержит эфирное можжевеловое масло. Я даю компонент. Крем для ног. Так. Такая маленькая тоже тюба. Буду пользоваться. Что ты кряхтишь там? Так, далее. Новый жемчуг. Крепкий, красивый. В общем, граната и аммиата. Отбеливание. Мне просто привлекло то, что здесь граната есть. В общем, упаковка такая яркая. Не знаю, попробуем. Что-то для себя представляет. Далее. Далее. Это. Аммиак. Раствор для наружного применения. Что за имя? Аммиак. Это наштерн спирт, что ли? Я наштерн спирт вроде брала. Странно. Далее взяла. Что-то у нас. Сила. Четырех трав. Леденцы. Солодкие корни. Душица. Чабреца. Цветков. Липы. Люблю я такие. Синтетические красители. И романтизаторы отсутствуют. Истощик глицериновой кислоты. Эфирных масел. Люблю такие сумочки, так сказать, когда в горле першит, если. То очень удобно. Так. Цитрамон. Пятенок. Что-то у меня этот мочевой начинает варахлить. Наверное, на пятенок попринимать. Потом хлорбексидин, как всегда. Далее. Муравийный спирт для уколов. И неоангин. Таблетки для рассасывания. Уже какие-то только не прорассасывала. Здесь у нас амилметокризол плюс дихлорбензин. Азиловый спирт. Плюс еще что-то. Комбинированный антисептический препарат для местного применения в полости рта и глотки. Лечение инфекционного забравления в полости рта и глотки. Фаренгит и ларенгит. Неосложненные формы ангин. Стоматиты. Генгивиты. Алевоментол здесь. Это, если мне нужно было, шибко взбивало в горле. Ну вот. Выглядят они вот так. Мне посоветовала фармацевта вот эти. Похоже очень на стрессы. Сосадки. Сосалки. Все. Кажется, все. Так-то можно. В аптеке много может чего хорошего найти на самом деле. Там же ж не только. Там и косметика, и крема, и шампунь. А шампунь это моя слабость вообще. И гели. Так. Это в другом магазине. Магазин вершины я взяла. Почитать. И купила я шампунь. Ой, боже мой, шампунь. Порошок лоск. Мне очень нравится вот такими гранулами. Если неправильно, если я не ошибаюсь. А капсулу, да, написано? Одна двойная капсула. Она села против пятен. Гранулы я их назвала. Очень удобно закидывать, нежели чем в рассыпчатые порошки. И мало занимает места в полочке, да, в отсеке. Ну, для нас это вообще актуально, кто живет в однокомнатных квартирах. Как можно меньше, чтобы занимало. В комнате, кто у меня вообще полок нету. Ну, вот кроме шкафа, там купе, да, который мы заказывали. А в том году заказывали хозяева. И поставили. Так, и поэтому очень удобно. Далее. Далее. Здесь у нас горное озеро. Формула чистоты, пятновыводитель. Как его открывать? Последний раз я покупала жидкий. Жидкий, в принципе, тоже прикольно. Я не знаю, как открыть его. Что за фигня? Как я поняла, как я поняла, здесь 15 штук. Выглядят они вот так. Какие прикольные. Еще кидаешь барабаны, все на этом. Не знаю, мне очень нравится. Очень удобно, мне кажется. Вообще, меня не так они прикалывают. Прикольно, что сделали. Но стоит дорого. Для меня лично. Для других, наверное, нет. Не знаю. Как-то так. Опять я себе ищу мелодраму какую посмотреть. В общем, я выбрала молодая жена. Смотрела такой фильм, конечно, я еще в детстве. В общем, сейчас, короче, на более взрослую голову решила глянуть еще раз. Мне нравится здесь актер в этом фильме. Советский фильм. Вот, я же просматриваю. Мне сейчас интересно, почему-то стало. Так, я не слышу. Звук есть, нет? Лен Финни. Вот пошел звук. Все нормально я скачала. Качество, конечно, не очень. Пойдет. Вот этот актер мне нравится. Хорошенький такой. Правда, я темных люблю этот цвет. Все, буду смотреть. Яйцо куриное. Обалдеть. Умничка, просто молодец. Кушай, мой зайка. Желток. Ой-ой-ой. Брюс. А, Брюс? Значит так, отзыв о этом корме, про хвост. Не ест его кот вообще. Я смотрю, и харьку не нравится. Думала, хоть и этому скормлю. Не ест. Вот послушали эту продавщицу. Говядина, говядина. О, Боже. Стоит, так и стоит. Кошмар. Хоть самой ешь. Зря только потратили деньги. Так, я варю тридцатку яиц. Это на завтрак. Самое то. Яйца деревенские. Это дедушка передал. Моего мужа, он видите. Так что, треснула я коту дала. Так что, очень удобно, конечно, когда в деревнях есть, конечно, куры свои. Нам городским с этим потяжелее в квартирах. Вот. Добавилась в манную кашу. Добавила воду, кунжут. Вот вода пока закипает. Себе варю он эти. Хинкал. Вот, манная каша у меня тут есть. Такая, такая. О, упала. Молоко, бананы и изюм. Я уже повторно покупала. Тут и съела. Все добавлю в манную кашу. Вот, добавила, значит, я изюм. Добавила банан. Вот, что было видно. Это пока все в воде. Там совсем еще щепотку соли я добавила. Вот. Банан должен развариться. Ну, кунжут здесь все плавает. Сейчас буду молоко добавлять. Жду, пока закипит молоко. Добавила еще воды. Ну, чтобы сразу побольше сделать объем. Потому что мне очень нравится. Мне быстро заканчивается. Пусть уже еще фрукты. Посахарила, естественно. Ждем теперь. Так, это моя еда на сейчас. Хинкал с Мурмешели. Вот каша у меня получилась. Видите, пухтит пока пусть. Все, пойду путь. Очередной фильм советский включаю. Что-то, по-моему, 70 какой-то год. Сладкая женщина, если я не ошибаюсь, называется. Что-то знакомый, кажется, я тоже уже видела, видимо. Еще наносу крем на руки. Вот этот вот, Эйванский. Интенсивная помощь. Крем для рук. Для сухой. Что руки сухие вообще. Прям шуршавые просто. У нас сегодня пятница. Блин, отключили отопление. Мерзну. Включила спецсистему. Стираю. Полоская, так сказать, плед. Потому что после стирки все равно все как-то не очищается. Остаются эти мыльные разводы. Вот эти все порошковые. Сейчас буду смотреть ЧОП. Я уже покушала. Сейчас у нас время 3 часа. Только пришла. Ушла в 10 в поликлинику. Только пришла. Она пока там к подружке зашла. То есть все на работу. Проголодалась невозможно. Ладно, не столь важно. Что хотела сказать? Хотела сказать, что буду смотреть ЧОП. Десятая серия. Вот. Вот. О, вот тут звук. О, ЧОЭТО БЕЗЗВУКО. Вечно у меня все через одно место. ЧТО ТУПИТ и БЕЗВУКО ВКЛЮЧАЕТ. О, теперь со звуком. Да, здорово, Валюч. Я тут посмотрел передачу. Все, буду смотреть. Я не думал, что ли. Девчульки-красотульки. Так, приехал у меня муж, короче. Телефон его нравится. Так, я есть, смотрите, что закупила в барлике. Это у нас средств для унитазов. Что написано? Удаляет грязь, известковое отложение, ржавчину, оказывает антибактериальное действие. Взяла, так попробуем, чтобы полы еще помыть. Ну, просто так получилось, что была возможность взять, купить. Вот, и я взяла все, что было там, как сказать, ну, сразу, да, то есть, в офисе. Вот это, вот это, да, для унитаза, вот это вот можно даже разбавлять, она сказала. Это для ванной комнаты, активная формула. Удаляет следы мыла, грязь, ржавчину, сравняют неприятные запахи. Вот. Ее вот можно разбавлять, то есть, это вот наполовину, может, чуть больше с водой. Несколько концентрированное, что вот и мне нужно было, чтобы полы помыть. Сдержать кислот, для защиты рук используют резиновые перчатки. Вот, написано, значит, надо обязательно использовать здесь то же самое. Опять взяла эту антивакториальную, просто так беру. Иногда мама мужа подгоняет, она тоже фабрикой пользуется. Для обработки ванной комнаты, кухни, обуви, мест содержания животных. Мне, как бы, не очень-то им довольна. Мне она не нравится из-за помпочки. Помпочку менять надо самой, надо мне купить, тогда будет, наверное, легче. Она просто тугая слишком. Но это еще более-менее. Ну, вот, на какашке брызг, где они ходят в туалет. Безопасный человек и животный, да, длительный противник, кроме действия, бездлительный любых материалов. Состав ПАВ на основе кокосового масла. Полигистометилен, бегуанит, гидрохлорид. Непонятно, вообще. Вот так вот я взяла бутовушку такую. А я что-то не помню, у них вообще есть этот. Думаю, у тебя полох, наверное, нету, что-то я... Походу, он какой-то походу. Хотя, я все время говорил, что он ему нафиг. Что ты наловил? Какую рыбу наловил? Рассказывай. Это красноперка, густера. Ну, а килограмм сколько вообще улов ваш? Это же то, что ты себе забрал. Да, это я взял так. Опять вонять будет в квартире. Сейчас будет вымачиваться, и потом будем сушить на этой. Это вот гуська. Будем. Не будем, а будешь. О, большой. О, большой какой. А где самы? Самы, они это, сейчас солятся, а потом будут коптиться. Тоже потом заснимем. Ну, брусь, у нас лошара немного. Так, здесь у меня что? Так. Каша с фитокомпонентами. Правда, немножко я не поняла. Это что у нас? Цельного зерна пшеницы, гречка, риса и смесиные основы с добавлением растительных добавок. А здесь у нас, короче, лен. Надо лен есть, конечно. Я давно его хотела, между прочим, приобрести. Так, здесь у нас икра какая, ты говорил? Щуча. Ну, вообще. А это что у нас за рыба? Это то ли осетр, то ли сиурюга. Ну, конечно, вкусная очень. Попробовала я. Тоже. Отрежь мне. Это нам там приготовили. Не-не, вот я же держу. А, вот эту. Эту чкупу уже. Нет, пососу. Свой, блин, соскочил. Нож тупой, что ли. Человек приехал. О, сразу видно, что человек на рыбалке был, мужчины не было дома. Нож тупой. Все, наточу. Вкусная. Они просто основные, по-моему, они поусекали уже эти гигари. Ну, кости большие. Блин, вообще офигенная рыба. Вкусная. Свяжители. Воздуха для комнаты, для квартиры. Да, мы используем это сирень. Уже я показывала ее. И романс. Романс. Я вот, в общем, хотела сказать, что тут, ну, тут не написано, что. Ну, в общем, романс, не знаю, романс. Ну, сердечки, наверное, что-то романтическое. Сирень, понятно. Сейчас романс открою, повешу. Ванну или на лоджию. Так, это у нас с магнита, да? Да. Пушинка. Хлеб. Что, хлеб? О, оливки. Ну? Стоит над душой. Зелень. Соль. Сосиски. Летон, дочина, сыр. Так. О, оливки. Так. Так, 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 так. Компуса. Так. Так, колбаса, ремонтоди, ремонтоди. Падай, да? Не пожар. Сколько времени без майонеза сидели. Кефир, помидоры. Ну ты набрала у лимона, витамин С. Так, лук. Курица. Тоже от души, короче. Много штук? Штуки две надо было. Так, соль, огурцы и хинкали и огурцы, да. Все. Так, бутерброд, салат, пюре. Едим. Пошли за одним, за другим. У меня вылез герпес. Я такая хвораю. У меня герпес сильно влияет, потому что начинаю как простуда. Я уже об этом говорила. Но, в общем, все равно я выперлась на улицу. И замазалась тут вся. Ну я не взяла, короче, видеокамеру. Потому что... Думала, что не буду снимать. А в итоге, в общем, мы выехали за город на природу чуть-чуть. Посидели. Конечно, мы уже поснимали там были. Ну, в следующий раз были эти козлики. В общем, живность была коровы. Вот мы квас выдали. Смотрите, сколько уже квас разливной купили. Далее заехали в фикс прайс. Мне нужна была москитная сетка вот сюда. Невозможно. Мухи летают. Муж взял набор вешалок. Здесь пять штук. Они такие как алюминиевые, что ли. И я так понимаю, что он это будет разрезать. Жалко, не могу. Мне они, кстати, очень нравятся. Они занимают очень мало места в шифонере. На самом деле. Так, это грудинка. Вот такую здоровую взяли. Сколько здесь килограмм? Видите, я очень ее люблю. Мы ее любим. Такой сладина. Далее. Фикс прайс. Я взяла себе эту краску. Взяла, думаю. Цвет получается темно-русый. Не знаю, брала я уже, не брала. По-моему, брала, если честно. Поглядим. Взяла пудинг себе в фикс прайсе. Люблю. Очень нравится. Потом там появились благовония. Называется Lotus. Пахнет вкусно. И у нас тут написано. Благовоние на все случаи жизни. Аромопалочки. Не сажает запах табака. Пищи неприятные. Отпугивает моль. Другие насекомые. Дорогой оригинальный подарок. Делает Индия. У нас тут Lotus. Там еще был. Вот у нас сама сетка. Антимоскитная. Белую взяли. Там была черная и желтая. Потом взяла крем для ног. Мэйвэй. С авокадо и алоэ. Улучшает эластичность кожи. Питательный. Большой очень. Здесь 200 мл. Немножко не очень я верю в то, что он действенный, стоящий. Ну ладно. Так. Я тут сейчас на циклофероне сижу. Потому что у меня герпес. А если я не проколю ему на стимулирующие. Да, Брюс. То у меня герпес будет вылазить постоянно. Поэтому сейчас я на циклофероне опять. Также ацикловир. Могу всем посоветовать. Это пановир. Это на растительном. Там что на картофеле. Какое-то растение. В общем, самое лучшее средство это пановир. На болячку. Так. Цитрин. Это. Противоаллергическая. Это резин. Да. Вроде. Да. И вот. Циклоферон. Иммуностимулирующий препарат. Как бы. Вот. И циклоферон сейчас нигде не могу найти. После праздников наверное будет. А у меня уже осталось три ампулы. Сегодня одну буду калу. Далее. Сегодня в аптеке. Аптека называется. Городская аптека. Я взяла Эви-тест. Побаловаться. Далее. Шалфей. Таблетки для рассасывания. Заболевания верхних дыхательных путей. Ангина. Ларингиты. Фарингиты. Полустерта. Стоматит. Генгивит. Шалфей. Как они выглядят я даже не знаю. Не смотрела. Сто лет не покупала такое. Вчера понимаете. Я вылечила горло. Вчера сделала чай с лимоном. И вот до своего такой лимон. С чаем обычно. Он как бы не такой вот кислый его. Я давайте его прям это. Кусанула. И он мне брызнул прям в глотку. В горло. У меня чуть дыхание не перекрыло. Блин. И все испортила. И опять у меня вот эта херня. Вот. Замечательно. И опять у меня это ерунда. Горло четырну. Сыкаю першит. Думаю возьму такое. Я не могу выйти от аптеки. Очень люблю господи аптечные продукты. И взяла шампунь. Вот такой вот. Стоит недорого для всех типов волос. От выпадения областей на основе растительных симуляторов роста. Лук-шалот. Бабушкины рецепты. Медикомед. Проверено временем. Москва. Здесь все что. Состав. Пистевая вода. Натрия. Ла-ла. Экстракт виноградной косточки. Метилпарабен. Угу. Пропилингликоль. Экстракт левзей какой-то. Экстракт лука. В общем лучный. А ну в общем это как я и покупала только другую фирму. Стимулирует обменные процессы. Гипоаллергены. Мягко очищает. Дает волосам здоровый блеск. Лук-шалот. Фукус. Левзей. Косточки виноградные. Комфортная температура. Осторожно. Сейчас посмотрю как он выглядит. Не знаю как он выглядит, потому что он... Вот. Я люблю шампунь. Я фанатка шампуня. Мне должно много ставить шампунь. Сейчас у меня их там всего три стоит. И меня это... Я прям такая... Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааакд Далее. Во Флагман мы ездим. Магазин этот, супермаркет, как бы для нас дороговат. Не вижу, что там, что можно купить. То есть, здесь подешевле же магазины. И вот я во Флагман ездил за именно вот этим кексом. Здесь, видите, он кекс. Сверху желе, как получается. И там клубника и вишня. Вкуснятина, супер просто. И очень люблю лаваши, больше, чем хлеб. Я люблю лаваш. Так, картошка и есть интуки 17. И картошка. Это в Магните вот купили. Вот как вылазят эти пакетики с этого. Вот они. Сколько здесь штук? Сейчас не скажу вам. Ну, штук 10. И пахнет. Сейчас пойду зажгу. Вот у меня, видите, уже отваливались. Старые у меня есть. Название не помню. Первый раз зажигаю. Вообще, что она себе представляет. Смотрим. Подставки у меня нет специальной. Я хочу для масел еще. Кстати, в фикс-прайсе были масло мяты и масло эвкалипта. Для бани, я так понимаю. Ой, как тяжело разгорается. Ладно, пока есть время. Я все тренажер переперла. Так, одно ведро муж привез. Вот что он наловил. Похоже на воблу. Ну, это не вобла. Там что-то красно... Блин, какая-то красноперка. Еще что-то. Да, Брюс? Это я вешала все сама. Что на работе был. Пока она отмачивалась целую ночь. Ну вот, воняет. Не могу. Нам еще не провернуться, не пройти. Да, Брюс? О, Брюс, вон мой. Кстати, когтеточка. Он ее уже, видите, сточил. Смотри, Свет. Нравится ему, понравилось. У него тут тренажер, блин, весь облез. Не пойму, от чего что-то попало. Новый, кстати, год назад я его покупала за 12 или за 11 тысяч. Муж мне подарил. Так, ну и что тут, я не пойму, что она какая-то странная. Ты взвешиваешься? Что, она не включилась? Брюс. Какая-то дурацкая. Плохая, неправильная она говорит, как надо. Этот не идет. Блин. Можно и пожар здесь делать. Это херня какая-то. Я что-нибудь куплю вечно. Ересь какую-то. Ладно, на этом, наверное, закончу влог. Что, рыбу показала. Сейчас муж поехал к родителям. Опять за рыбой. Еще столько же привезет на вот эту часть, чтобы повесить. Хочу своим родителям как-то передать рыбу. А как, не знаю. Внутри 9 зиме отжима. Ну и что это такое? Мерем, да. Ни запаха, ничего нет. Все, на такой ноте закончим. Этот влог пойду убираться. Все засрано. А, хотя вот коптить начала. Вот, пошло дело. Ну и запах я теперь чувствую. Все. Всем пока-пока. Короче, вот такая я в полячках вся. Видите, герпес. В принципе, уже заживает. Сегодня воскресенье. Третье. И я. Люди. Выложу, наверное, на влог. Скоро. Вчера хотела выложить. Но подумала, снимаю еще что-нибудь сегодня. Сейчас покажу. Купила раскраску. Аномеран. Покажу, какую купила. Рисование по номерам. Это у нас поезд. И люди катаются. Красивый, на самом деле. Такой необычный рисунок. Буду рисовать. 500 рублей я дала за нее. Плюс 20 градусов. Мы на работу к мужу заехали. Бесплатная реклама. Бесплатная реклама. Компания. Компания. Плюс 20 градусов. А1. Плюс 21. А1. Плюс 28. Плюс 24. Плюс 21. Плюс 22. Плюс 22. Плюс 21. Плюс 22. Псс, псс, псс. Молот кого-то там? Нет. Новостройки строят-строят. давали бы жилье людям бесплатно лучшая в мире заправка лучшая в мире не здоровая бед 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 этого хотела сказать Петросян 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 да Петросян сижу посади свинью на стол там наверное видно меня в 35 маршрутке скажешь ну пипец сидит вот регистратор купить не может вот оно что махалочка В общем, а ну сколько денег за права, как там? Здесь, и на... Здесь, смотрите, купали. О, сколько палаток. Неси рази. Охереть. Тьфу. Затыхни. Хватит надо мной стебаться. Давно здесь не была планета Лето. Ого, отстроили. Что это такое? Супермаркет? О, видал, какой построили? Почти как баут-центр. Надо будет туда заехать. А что там? А там этот. Ну, газонок осеял. Большой построили. Строительный? Да, большой построили. Папа был? Папа? Да. Помнишь? Это мы на севере города. Зажигалка. Союз. Помню, такая-то кассета выпускали. Помнишь, Союз? Адидас. 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 Что это? О, боже. Магазины даже не знаю. Тут целый Адидас-центр, блин. А ты сидишь в Адидасе, между прочим. Да. Я их представить, у меня должна быть скидка. Ага. Мучилась я. Тут же ярмарка недвижимости написана. Этим, вот здесь мы делаем, смотрите по себе. Все деревни. Такhilка водиодка плачет воды. Вот здесь. И сам его не тоateк saint. Себером обложили клетки morью... Сидима и шегола. Прикольно. Но далеко. Так, что приезжайте же из Сауэрфа, да? Фоктан. Мигает. Машу мигает светофору, а Кондрат ступает. Продолжать движение 5 км. 100 км. Маленько. Круковое движение 2 км. Слезет. Сады, 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 сады. Крутина природе. Крутина природе.